МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Этот орган весом всего около 80 граммов и, как правило, не дает о себе знать, но может нанести непоправимый вред здоровью человека и даже привести к летальному исходу в течение нескольких часов. Этот орган – поджелудочная железа. А говорить сегодня мы будем о панкреатите. Острые хронические? Кто находится в группе риска? И что нужно делать для того, чтобы сохранить дольше здоровье поджелудочной железы? На эти и многие другие вопросы сегодня в программе «Тело человека» ответит наш эксперт. А пока небольшая анатомическая справка. Если рассматривать поджелудочную железу в микроскоп, то больше всего она напоминает небольшой кусочек пузыристого дрожжевого теста. В организме человека она находится за желудком, что и отразилось в ее русском названии. Железу обнаружили древние греки, но зачем она – толком не знали. Сегодня наука все расставила по своим местам. Поджелудочная железа работает на два фронта. Внешний фронт – это пищеварение. На него трудится основная масса железы. Через особые протоки она выделяет в просвет кишечника ферменты, способные быстро переваривать поступающую в организм человека пищу. Внутренний фронт – производство важнейших гормонов – инсулина и глюкогона, которые, попадая в кровь, регулируют углеводный обмен. Если почему-либо отток пищеварительных ферментов из поджелудочной железы нарушится, то она молниеносно сама себя переварит. Этот опасный для жизни человека процесс называют панкреонекрозом. А сейчас самое время представить наших сегодняшних гостей. Сегодня о панкреатите мы будем говорить с заведующим кафедрой внутренних болезней номер 2 Гомельского государственного медицинского университета, кандидатом медицинских наук, доцентом Эриком Николаевичем Платошкиным. Здравствуйте. А помогать нам будут двое студентов Гомельского государственного медицинского университета. Это Валерия Кухта и Валерий Прокопенко. Здравствуйте, ребята. Здравствуйте. Традиционно в начале программы мы задаем для вас вопрос. Он уже готов. Внимание на экран. Панкреонекроз или острое воспаление поджелудочной железы развивается стремительно. Железа внезапно переполняется сильнейшими ферментами и начинает переваривать сама себя. Переваренные участки ткани отмирают. Некроз распространяется на соседние органы и, как результат, полиорганная недостаточность и часто летальный исход. Этот сюжет не похож ни на что. В печени и селезенке, а их расположение вообще-то похоже на поджелудочную, такой катастрофы не бывает. Ребят, для вас прозвучал вопрос. Готовьте пока на него ответ, а мы начнем наш разговор. Эрик Николаевич, вообще люди боятся таких смертельно опасных заболеваний, как инсульт, инфаркт, рак. А вот про такое заболевание, как панкреатит, наверное, даже мало знают, что оно тоже может привести к летальному исходу. Почему это происходит и чем опасен панкреатит? Панкреатит может быть острым и хроническим. Острый панкреатит действительно очень опасное заболевание. И внезапно человек может оказаться на операционном столе, на реанимационной койке, потому что поджелудочная железа, особенность ее воспаления состоит в том, что ферменты, то есть белки, которые содержат панкреатический сок, могут переварить саму поджелудочную железу, если они активируются внутри ее ткани при воспалении. А насколько часто встречается такая вот серьезная исхода, даже с летальным исходом? К счастью, не так часто, но эти случаи, они, как правило, достаточно тяжелые. И пациенты, конечно, если выживают от такого заболевания, то надолго запоминают эту ситуацию. Вы уже начали говорить о том, что есть острое хроническое заболевание. Наверное, и исход тоже, как вы сказали, уже зависит от того, острое это было или хроническое. А вообще это самостоятельная форма заболевания или как одно переходит в другое? Начинается остро, потом хронический становится панкреатит? Хронический панкреатит – это фактически группа заболеваний. Часть из них – это действительно ситуация, когда острый панкреатит перешел в хроническую. Но бывают панкреатиты аутоиммунные, генетические, связанные с другими заболеваниями. Поэтому хронический панкреатит у каждого пациента – это отдельное заболевание. А вот острый панкреатит, как правило, у всех – это острое воспаление поджелудочной железы с ее самоперевариванием. И самое опасное, что на этом фоне может присоединиться бактериальная инфекция. Вот в этом случае панкреатит лечить гораздо сложнее. Какие все-таки факторы риска приводят к развитию острого панкреатита? Острый панкреатит чаще всего – это жирная пища и алкоголь. Особенно, если эти два фактора сочетаются. Особенно, если это в большом количестве. Поэтому запивать жирную пищу алкоголем – это рисковать получить панкреатит. Другая ситуация – это наличие таких заболеваний, как, допустим, желчно-каменная болезнь. Когда есть камни в желчном пузыре. И учитывая, что протоки и поджелудочной железы, и желчные протоки выходят в одной точке, в 12-перстную кишку, то вот эта инфекция может перейти на поджелудочную железу, повысить давление в протоках и привести к самоперевариванию поджелудочной железы. Эрик Николаевич, а есть ли такая статистика? Мужчины или женщины чаще болеют панкреатитом? Чаще мужчины. И у мужчин чаще все-таки на первом месте стоит алкоголь. У женщин панкреатиты чаще развиваются на фоне желчно-каменной болезни. Есть еще, к счастью, редкие генетические заболевания. Допустим, семейная гиперхиломикронемия. Это такой термин, который говорит о том, что есть дефект гена, который приводит к повышению одной из фракций жиров. Если делать биохимический анализ крови, это будет повышенный уровень триглицеридов. Если в семье, несмотря на соблюдение диеты, постоянно регистрируются высокие уровни триглицеридов, то это повод обратиться к врачу и обследоваться на наличие вот такого генетического дефекта. Вы говорили о том, что с панкреатитом можно попасть и на операционный стол. Так все-таки это заболевание, которое лечат врачи терапевтического профиля или все-таки хирурги? К какому специалисту нужно обратиться? Чаще всего пациенты оказываются в хирургическом стационаре или в реанимационном отделении, потому что острый панкреатит может развиваться катастрофически, очень быстро ухудшаться состояние пациента, вплоть до развития полиорганной недостаточности, вплоть до развития таких осложнений, как сепсис, то есть тотальное поражение гнойно-воспалительным процессом всего организма. Поэтому все-таки острый панкреатит чаще – это хирургия. И тут нужно вызывать скорую помощь. Так какие же все-таки симптомы должны человека насторожить на то, что он сам не справится с этим заболеванием, а нужно вызвать скорую помощь? Если, скажем, после какого-то банкета, дня рождения, застолья, человек почувствовал боль в животе, особенно опоясывающий характер, когда она не только в подложечной области, но и поясница болит, когда рвота, которая при остром гастрите обычно приносит облегчение, не принесла облегчение, когда повысилась температура тела, вот в этом случае нужно вызывать скорую помощь. Ну и нужно помнить о том, что есть целый ряд заболеваний, на которые панкреатит похож. Наверное, тот же аппендицит, кишечная непроходимость и даже инфаркт. Какие все-таки особенности этих симптомов именно для панкреатита? Основные я назвал. Это все-таки рвота, которая не приносит облегчения, и боль в животе. Это острая боль в животе, чаще всего такого опоясывающего характера. Но взрослым людям с болью в животе, особенно в подложечной области, в приемном отделении больницы обязательно снимут электрокардиограмму. Потому что инфаркт миокарда, задний так называемый инфаркт миокарда, диафрагмальный инфаркт миокарда, он может иметь точно такие симптомы. Поэтому электрокардиограмму снимут, исключат инфаркт миокарда. Будучи студентом, подрабатывая медбратом в больнице скорой помощи города Минска, я столкнулся с такой ситуацией, когда привезли взрослого мужчину с болью в животе, ему сняли электрокардиограмму, у него инфаркт, его положили в инфарктную палату в реанимации. Хирурги пришли перевязывать своих пациентов и смотрят, что-то некрасивый живот раздулся у этого пациента. Они подошли, посмотрели, сделали рентгеновский снимок и нашли там перфоративную язву. То есть язва открылась в живот. То есть бывают такие ситуации, когда два заболевания у одного пациента. Поэтому здесь уже должны работать врачи, специалисты, проводить дифференциальную диагностику, потому что сам пациент не сможет отличить инфаркт у него, панкреатит, перфоративная язва или что-то еще. Евгений Николаевич, спасибо большое. Я сейчас предлагаю послушать ответ наших ребят. Он как раз-таки был о том, почему поджелудочная железа чаще, чем другие органы, подвержена тому, что может приводить к серьезным осложнениям, даже летальным исходам. Вы немножко ему уже подсказали, но все-таки хочется узнать, что же знают они о поджелудочной железе. Кто будет отвечать на первый вопрос? Да, пожалуйста, Валерия. Спасибо. Поджелудочная железа – это орган, который участвует в процессе пищеварения путем выделения панкреатического сока. Его количество зависит от количества и характера потребляемой пищи. Этот сок содержит достаточно активные ферменты, которые при активной выработке панкреатического сока начинают накапливаться непосредственно в самой железе, что и приводит к процессу ее самопереваривания. При этом такой процесс характерен только для панкреатической железы, поджелудочной железы, так как, например, в печени и селезенке, о которых речь шла в вопросе, таких активных ферментов просто нет. Также большую роль играет и расположение поджелудочной железы. Она располагается забрюшинно и не имеет достаточно плотной капсулы, которая могла бы сдерживать токсины или инфекционный процесс. Поэтому инфекция легко распространяется на соседние органы. При этом инфицированный панкреонекроз является фактически летальным заболеванием. При таком заболевании не выживает практически ни один пациент. Поэтому мы особенно тщательно стараемся его не допускать и следить за диетой, за сбалансированным питанием не только у пациентов, которые уже имеют данную патологию, но и у тех, кто данной проблемы еще не имеет. Ну что ж, Валерия очень хорошо все нам рассказала. Единственное, чтобы не пугать все-таки наших телезрителей о том, что не выживает один пациент, мы должны сказать о том, что если не оказана помощь, если не обратились они за лечением. Потому что врачи будут до конца бороться за этого пациента. И много случаев, когда такие пациенты выздоравливают. Отличный ответ. Ребят, для вас готов уже второй вопрос. Внимание на экран. Холод, голод и покой. Именно такие рекомендации дают врачи пациентам с приступом панкреатита. Расскажите, как и почему работает эта формула. Ребят, прозвучал для вас второй вопрос. Вы можете готовить на него ответ. А мы пока продолжим дальше наш разговор. Эрик Николаевич, мы уже сказали о тех случаях, когда нужно обращаться, именно вызывать скорую помощь. Острый панкреатит. Скажите, пожалуйста, ну а хронический панкреатит? С какими симптомами он протекает? Может ли сам человек, так как все-таки самолечение, самодиагностика у нас процветает, вот той же формулой, что мы сказали ребятам, холод, голод и покой, ну как-то приостановить развитие заболевания? Или все-таки тоже нужно обращаться к врачам? Вот такой вот многокомпонентный вопрос вам. Ну, надо сказать, что вот этот афоризм, холод, голод и покой, он условный. Имеется в виду, что надо создать покой в поджелудочной железе. То есть остановить выработку ферментов, задержать воспалительный процесс. На самом деле панкреатит – это заболевание, которое требует много энергии, много пластического материала, поэтому таких пациентов нужно кормить, но только не через рот, а через сосуды кровеносные. Им вводят питательные вещества уже готовые, уже готовые к тому, чтобы они использовались организмом. А полностью отключить от питательных веществ человека – это катастрофа. Ну, все-таки по хроническому, да, панкреатит? Да, но по хроническому зачастую два основных признака хронического панкреатита, хотя там много морфологических форм. Это боль, и чаще всего, опять же, это подложечная область, может быть, опоясывающего характера. И второе – это принципы, признаки недостаточности функции поджелудочной железы. А поджелудочная железа, она выполняет как функцию пищеварительную, так и функцию эндокринную. Поэтому мы можем увидеть, кроме недостаточности пищеварения, или так называемая мальнутриция, мальдегестия, такие термины есть, еще и признаки сахарного диабета. То есть в поджелудочной железе вырабатывается инсулин? Да, в хвосте поджелудочной железы вырабатываются гормоны, которые регулируют углеводный обмен. Поэтому вот эти признаки, они у пациентов с хроническим панкреатитом могут присутствовать. Но еще хочется сказать, что хронический панкреатит все-таки – это предраковое заболевание. И длительно существующий хронический панкреатит может привести к раку поджелудочной железы. Поэтому обследование этих пациентов, особенно методами медицинской визуализации, должно быть особенно тщательным. Но давайте мы все-таки эти методы и расскажем. Какие есть возможности сегодня у медиков, чтобы поставить диагноз панкреатита? Вот так все это сейчас сгруппируем. Мы говорили о том, что есть лабораторные изменения, которые мы можем диагностировать, связанные с недостаточностью функции как пищеварительной, так и эндокринной функции поджелудочной железы. То есть ферменты поджелудочной железы можно определить в анализах? Да, ряд ферментов. Плюс мы можем посмотреть уровень глюкозы, есть ли отклонения от нормы, что является признаком, допустим, сахарного диабета. Но основными являются методы медицинской визуализации. Первый – это ультразвуковое исследование органов брюшной полости. К сожалению, не все может быть видно при ультразвуковом исследовании, но это доступный, достаточно такой скрининговый метод, и он широко используется для диагностики хронического панкреатита. В стационаре используются более сложные технологии, в частности компьютерная томография с контрастированием, с усилением, когда мы можем поставить достаточно точно степень поражения поджелудочной железы, увидеть протоки не только основные, но и дополнительные протоки, разветвление протоков, кисты, опухоли, так называемые кальцинаты – это такие обозвесления в поджелудочной железе, которые являются признаками хронического панкреатита. Многие наши соотечественники, зная, что у них есть хронический панкреатит, в очередной приступ, при очередном обострении, просто принимают обезболивающие, спазмолитики или ферментосодержащие препараты. Есть ли ситуация, когда это опасно? Если принимать обезболивающие спазмолитики, в принципе, опасность лишь в том, что если боль не ушла и человек будет терпеть, то может развиться панкреанекроз, потому что обострение хронического панкреатита фактически протекает, как острый панкреатит со всеми вытекающими последствиями. Это самопереваривание, это бактериальная инфекция, полиорганная недостаточность. Но если говорить о ферментосодержащих препаратах, их можно принимать? Конечно, желательно, чтобы все-таки назначение сделал врач или терапевт, семейный врач, гастроэнтеролог. И в первую очередь, конечно, это замещение недостаточности пищеварительной функции поджелудочной железы путем приема панкреатина. Это такое общее название всех ферментов поджелудочной железы. Обычно их получают из домашнего скота, из поджелудочных желез. И, в общем-то, есть различная степень очистки, различное количество активных ингредиентов. Выбор достаточно большой. Илья Николаевич, сейчас я предлагаю все-таки послушать, что наши ребята нам скажут о том самом принципе холод, голод и покой. Чем он хорош для поджелудочной железы, когда его можно применить? Отвечу я. Спасибо. Если говорить о холоде, то в первые 2-3 дня после приступа поджелудочной железе в буквальном смысле нужно дать отдохнуть, чтобы снизить ее ферментативную активность. Как уже было сказано, питание производится через сосуды. И также стоит соблюдать питьевой режим. То есть выпивать 2-2,5 литра жидкости. Это может быть минеральная вода щелочная, отвар шиповника или некрепкий чай. То есть мы говорим о принципе голод сейчас, да? Мы о голоде говорим. Если говорить о холоде, то следует взять, например, грелку со льдом, либо стеклянную бутылку с холодной водой и приложить в область левоподреберья, то есть там, где проекция поджелудочной железы, на 15-20 минут. Это делается для того, чтобы снизить отечность поджелудочной железы и тем самым уменьшить болевой синдром. А последний метод покой стоит полностью прекратить физическую нагрузку на 2-3 дня. Лучше всего постельный режим, так как в горизонтальном положении наши органы кровоснабжаются лучше всего. И вот если соблюдать эти все три метода, то боль при панкреатите значительно уменьшится. Спасибо, Валер. Ирик Николаевич, ну что мы добавим к этому? По поводу положения в постели. Лет 15 назад был один пациент в городе Гомеле с хроническим панкреатитом. К сожалению, он злоупотреблял алкоголем. И в экстренный хирургический день он поступал в разные больницы нашего города, которые дежурили по хирургии. Все хирурги его знали. Когда мы приходили на обход, он обычно сидел на корточках, вот как наркоманы сидят, прижавшихся спиной к батарее и обхватив ноги руками. Поза крючка. Обычно вот именно в такой позе или позе эмбриона, как хотите, кому как нравится, меньше всего доставляет болевых ощущений поджелудочная железа. Поэтому вот молодым будущим коллегам я бы хотел посоветовать наблюдать за пациентами. Если вы заходите, и пациент принял такую позу в постели, возможно, у него болит поджелудочная. Поджелудочная железа. Эрик Николаевич, ну, все-таки хочется оптимизма какого-то. Можно ли вылечить хронический панкреатит? Или это заболевание на всю жизнь? По поводу оптимизма, к сожалению, хронические заболевания, но обратного течения они не имеют. Другое дело, что мы можем остановить прогрессирование заболеваний, это да. И у нас есть все возможности компенсировать, в частности, ферментную функцию поджелудочной железы и эндокринную. То есть эти пациенты, принимая определенные лекарства, могут вести здоровый образ жизни, как обычные здоровые люди. Эрик Николаевич, скажите, пожалуйста, а еще есть ли какие-то дополнительные симптомы хронического панкреатита, ну, не боль, да, на которые человек должен обратить внимание, но, может быть, не всегда обращает? Да, действительно, есть признак недостаточной функции поджелудочной железы, который называется стеатарея. Определяют его по анализу кала, по наличию нейтрального жира в кале. Как может человек, пациент, больной человек заподозрить? Обычно это кал становится зловонным и развивается так называемая полифекалия, то есть объем кала увеличивается. Конечно, кал не зефир, и каждый считает любой стул зловонным, но здесь человек сам отмечает, что раньше он как-то нормально находился в туалете, когда ходил по большому, а здесь он просто не может находиться в туалете из-за того, что настолько зловонный кал. Вот эти признаки как раз таки говорят о том, что жиры плохо перевариваются. А поджелудочная железа больше, чем на 90% отвечает за переваривание жиров в организме. Все остальные органы пищеварительной системы, конечно, желчи нужно достаточное количество, но вот именно ферменты, которые переваривают жиры, липазы, в принципе, в других органах очень мало, меньше 5%. Поэтому именно самый такой ранний признак хронического панкреатита с недостаточностью ее функции именно стеатарея, вот эта полифекалия, когда зловонный, обильный кал, и в этом случае пациент сам может заподозрить у себя хронический панкреатит. Поэтому в этом случае необходимо сделать анализ того же кала, биохимический анализ крови, чтобы подтвердить или исключить заболевание хроническим панкреатитом. Имеет ли значение жиры животного или растительного происхождения употребляет больше человек? В этом случае не имеет значения. Это животные или растительные жиры, потому что фермент липаза отвечает за расщепление всех жиров. И, к сожалению, другие органы не могут компенсировать. Другие ферменты, такие как протеазы, они вырабатываются и в желудке, и в тонкой кишке. Поэтому, в принципе, недостаточность вот этого фермента из поджелудочной железы, она компенсируется. Амилаза, те ферменты, которые переваривают углеводы, крахмал, тоже можно компенсировать. А вот переваривание жиров не может компенсироваться ничем другим, кроме поджелудочной железы или заместительная ферментная терапия. Поэтому основное, на что мы должны обращать внимание, количество липазы в препарате, который называется панкреатин. А названия разные и разное содержание липаза. Поэтому нужно именно смотреть уровень. Грамотный подбор должен быть специалистом. Чем выше, тем больше будет эффективность этого препарата. Как всегда, я попрошу несколько рекомендаций для наших соотечественников о том, как сохранить здоровье поджелудочной железы и избежать такого серьезного заболевания, как панкреатит. Мое пожелание будет не запивать алкоголем жирную пищу. Есть даже такая песенка «Майонез, майонез – разрушитель поджелудочных желез». У нас, к сожалению, в ресторанах, в разных заведениях любят сдобрить все с жирным майонезом. Но это неправильный путь. Ну и умеренность в еде и в питье – это залог здоровья. Будьте здоровы! Сегодня о заболеваниях поджелудочной железы мы говорили с заведующим кафедрой внутренних болезней номер 2, доцентом Эриком Николаевичем Платошкиным. И помогали двое студентов Гомельского государственного медицинского университета – Валерия Кухта и Валерия Прокопенко. Спасибо и до новых встреч! До свидания! Панкреатит не зря называют болезнью от излишеств. Хотя между глупостью и достатком не всегда должен стоять знак равенства. Будьте умерены во всем, берегите себя, не болейте. И до новых встреч в программе «Тело человека». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова